Здравствуйте! Сегодня говорим о Греции. Страна прекрасная и тема, конечно, бесконечная. Можно вспоминать и про климат, и про дружелюбие греков, и про изумительные курорты на море, ведь это одно из популярнейших туристических направлений. Но попробуем ограничить лирику и поговорить более прагматично. В нашем фокусе рынок недвижимости, цены в Греции, расходы при покупке, ежегодные налоги, особенности сдачи в аренду. Оценим размеры коммунальных платежей. Поскольку теме ВНЖ и гражданства мы посвятили отдельной серии, сегодня об этом очень кратко. А если лично вам в первую очередь интересна именно эта тема, рекомендую наше предыдущее видео. Смотрите в ближайшие минуты. Недвижимость Греции. Кто, где и зачем покупает прямо сейчас? Почему изменения в налоговом законодательстве могут стать подспорьем при покупке? Текущие цены и популярные районы Эллады. Вы наверняка знаете, что экономика Греции сильно пострадала во время кризиса. И этот кризис именно здесь затянулся, что в частности сказалось на недвижимости. Рынок и сейчас еще не совсем здоров. Например, ипотека иностранцам по-прежнему не предлагается. Кто покупает недвижимость в Греции? Выделю три категории. Первая не самая большая. Те, кто просто очень любит эту страну. Вне зависимости от политической, экономической ситуации появляется финансовая возможность, люди покупают. Чаще для себя, то есть для отдыха. Приезжают на лето с детьми и планируют больше бывать на пенсии. Красота. Вторая категория, самая многочисленная сегодня. Те, кто приобретает недвижимость в Греции для получения золотой визы. Среди этой группы больше всего китайцев, но и россиян немало. Сотни основных заявителей в год, а вместе с членами их семей счет идет на тысячи. Раз уж я коснулась данной темы, давайте кратко напомню. Золотая виза – это ВНЖ, который дает право постоянного проживания в Греции, но при этом не обязывает вас находиться в стране. Можете вообще приезжать хотя бы на один день в году. Это удобно. ВНЖ выдается при приобретении одного или нескольких объектов общей стоимостью 250 тысяч евро и более. Выдается он на 5 лет с последующим продлением еще на 5 лет на всю большую семью, то есть на заявителей, супругов, их родителей, их детей до 21 года. Единственное право на работу он не дает. Есть в Греции возможность получить и обычный вид на жительство. Его могут дать при покупке вообще любой недвижимости и даже если арендуете жилье на долгий срок. Но в этом случае вы должны доказать, что являетесь обеспеченным человеком. Подтвердить документально свой доход. Основные параметры на экране. Возвращаемся к портрету покупателей. Третья категория в финансовом выражении очень весомая – это инвесторы. Рынок недвижимости Греции еще не перегрет и сравнительно недавно стабилизировался. То есть здесь еще реально заработать. Какая недвижимость в Греции заслуживает особого внимания? Что вообще покупают? Конечно, в первую очередь квартиры. Выбор их широк, цены от 50-60 тысяч евро. Я небольшая поклонница самых бюджетных предложений. Считаю, что настоящее удовольствие от греческой недвижимости и вообще от жизни в Греции приносит собственность подороже – 100 тысяч плюс для квартир. Характерная особенность греческой недвижимости – апартаменты даже на курортах часто не имеют комплексной инфраструктуры, в отличие, например, от жилья в Болгарии или Испании. То есть бассейн, общий сад, детская площадка, закрытая территория – это часто не прогрессия. Кому-то такой подход не нравится, но нет инфраструктуры, нет расходов на ее содержание. Кстати, в больших городах, таких как Афины и Салоники, она – инфраструктура – большинству покупателей не важна. Тут чаще покупают квартиры для сдачи в аренду, а не для личного пользования. Но особая именно греческая история не апартаменты, а виллы и даунхаусы. Вот они здесь популярнее, чем в Испании или Болгарии. Это, если хотите, стандарт, отличающий Грецию от большинства курортных стран. Выбор домов прекрасный. Можно купить небольшую виллу за 200-300 тысяч евро, можно шикарную за 1, 3, 5 миллионов. Предложения, особенно на островах, это абсолютно эксклюзивная история. Где покупают в Греции? Наши предпочтения стабильны – Халкидики и Крит. Они не меняются уже многие годы. А вот покупатели из других стран активнее осваивают другие районы. Например, американцы выбирают Санторини, Глифаду, Миконос. А граждане Германии по статистике больше интересуются недвижимостью в Северной Греции, особенно в центре Солоников, а также в Каламаре и Кавале. Если определять цели покупателей, то иностранные вложения в Греции можно делить на две категории – жилая недвижимость и недвижимость инвестиционная. Под последним мы понимаем девелоперские проекты и реконструкцию существующих зданий. Вот данные 2018 года. Иностранцы вложили в местную недвижимость 1,3 миллиарда евро, из которых 655 миллионов на покупку готовых объектов, а остальное – в реконструкцию и строительство. Какие возможности я здесь вижу? Для тех, кто планирует вкладывать небольшие суммы, привлекательны варианты со сдачей в аренду жилой недвижимости в долгосрочных городах, в первую очередь Афинах и Солониках. Мой опыт показывает, что в зависимости от выбора объекта и стратегии итоговый доход составляет от 3 до 7% годовых. Здесь главное понять, кто реально будет управлять объектом. Греки, вот честно, не самые обязательные исполнители. Ну а для профессиональных инвесторов сейчас раздолье, которое, к сожалению, из ажиотажа имеет все шансы скоро закончиться. Дома и отели под реконструкцию, расширение площади, участки под строительство, вариантов масса. Популярный вариант – приобретение зданий в Афинах и Солониках. Старый дом превращается в новый, современный блок апартаментов, а дальше продается по квартирам или сдается в аренду. Поговорили о доходах, давайте о расходах. Налоги. Греческие ставки были весьма высокими, но экономика стала выходить из кризиса и часть налогов снизили или отменили. Главное, при покупке в Греции оплачивается налог на переход права собственности. При покупке вторичной недвижимости это всегда 3,9%. С новостройками чуть сложнее. Правила изменились в начале 2020 года. Раньше такая же ставка 3,9% применялась ко всем новым объектам, разрешение на строительство которых было выдано до 1 января 2006 года. На объекты, разрешение на которые было получено позднее, применялся НДС 24%. Эта высокая, даже высочайшая ставка тормозила рынок. Но с января 2020 года на уплату этого налога были введены трехлетние каникулы. То есть сейчас и до конца 2022 года вы платите налог на переход права собственности 3,09% от стоимости недвижимости. И еще одно но. Но каникулы применяются не для всех новостроек, а лишь для объектов, разрешение на строительство которых было получено после 1 января 2016 года, которые будут построены до 31 декабря 2020 года. То есть самые свежие новостройки. Объекты, разрешение на которые было получено с 2006 по 2016 год, облагаются прежней ставкой НДС 24%. Внимательно смотрите на экран. Теперь давайте задумаемся, заинтересует ли вас новостройка, которая находится во владении застройщика более 5 лет и которую за это время никто не купил. Думаю, вам она не нужна. И вообще, когда мы говорим об объекте такого возраста, это, как правило, уже вторичная недвижимость, на которой высокая ставка НДС не распространяется. Резюме. При адекватном выборе недвижимости, вторичной или новой, в ближайшие годы мы говорим о налоге на покупку 3,09%. Помимо этого, при покупке оплачиваются гербовые сборы. Есть также расходы на нотариуса и адвоката. Законодательно участие последнего в сделке не обязательно, но иностранцу лучше пользоваться его услугами. Отдельная статья – лицензированный перевод документов. Всего объем доп. расходов 2-3%. С учетом налога на передачу права собственности получается 5-6% от стоимости недвижимости. В общем, терпимо. Ежегодных налогов уже для собственников Греции несколько. Обязательный или главный зависит от многих параметров – района, размера объекта, возраста недвижимости. Разброс очень велик – от 2 до 13 евро за квадратный метр в год на здание. От 1 до 9 евро за 1000 квадратных метр в год на землю. Помимо основного, существует муниципальный налог на вывоз мусора. Он невелик и оплачивается по квитанции вместе со счетом на электричество. Теперь, предположим, ваша недвижимость – один объект или несколько – в сумме стоит 300 тысяч евро и более. Вы должны заплатить прогрессивный налог. Для простоты назовем его налогом на роскошь. Максимальная ставка действует для объектов дороже миллиона евро. В сумме для квартир или небольших домов ежегодные выплаты будут невелики – несколько сотен евро в год. А вот за роскошную виллу на Крите или на Корфу стоимостью, скажем, 2 миллиона евро ежегодно придется платить уже 20-30 тысяч евро. И это мы не учли расходы на содержание дома и оплату счетов на электричество и воду. Впрочем, такие расходы – это не что-то из ряда вон. В той же Испании суммы будут сопоставимы. Налог на прирост капитала, его вы обычно платите при перепродаже своей собственности, в Греции заморожен. Это было сделано для того, чтобы продавцы были заинтересованы указывать реальную стоимость недвижимости в договоре. Греческий парламент недавно вновь продлил мораторий на этот раз до 31 декабря 2022 года. То есть об этих расходах мы временно забываем. Теперь, предположим, вы сдаете недвижимость в аренду, и у вас получается. Налог на прибыль в Греции составляет от 11 до 45%. Минимальная ставка платится, если вы зарабатываете не больше 12 тысяч евро в год. Чем больше ежегодная прибыль, тем выше ставка. Последнее, о чем в этой части важно сказать. Если вы планируете дарить свой греческий дом или передать его по наследству, то сейчас, когда заморожен налог на прирост капитала, выгоднее заключать сделки купли-продажи, за исключением наследования близким родственникам. Для них ставка налога варьируется от 1 до 10% в зависимости от степени родства, после вычета не облагаемой налогом суммы. Для остальных же наследников это 40%. Подарки облагаются налогом на дарение от 10 до 40% в зависимости от степени родства дарителя или получателя. Таким образом, получается, что в Греции гораздо выгоднее покупать и продавать за недорого, чем оставлять наследство или дарить. Теперь о расходах, связанных с содержанием недвижимости. Назвать тут точные цифры трудно. Это абсолютно индивидуальная история, но важно понимать хотя бы порядок трат. Давайте зададим рамки. Предположим, вы живете в своем доме, оплачиваете счета за электричество, водоснабжение, газ. Газ, кстати, есть в некоторых районах Афины, Салоников, интернет. Расходы на содержание квартиры в многоквартирном доме без общего сада и бассейна обычно не превышают 400 евро в год. Для недорогих объектов они меньше раза в два. Если речь идет о комплексе с инфраструктурой, это может быть и 1000, и 2000 евро в год. Если у вас собственный бассейн, приличных размеров участок с садом, у меня есть примеры, когда клиенты платили и 5000 евро, и 20000 евро в год. Итого, содержание квартиры, например, стоимостью 100 тысяч евро в многоквартирном доме. Ежегодные расходы не менее 1000 евро. В среднем же 2-2,5 тысячи, включая налоги и расходы на содержание при личном использовании. Очень грубая оценка. Ежегодные расходы на недвижимость в Греции составляют 2-3% от стоимости недвижимости. Если вы сдаете недвижимость в аренду, возникают расходы на управляющую компанию. При долгосрочной аренде это месячная плата, которую возьмет агентство. При краткосрочный процент с доходом – это 20-30%. И еще раз вернусь к теме инвестиций. В большинстве объявлений о продаже, где указывается расчетная доходность, это доходность брута, то есть до вычета налогов и без расходов на содержание недвижимости. Поэтому-то, если вы издаете свое жилье и сами иногда в нем живете, на выходе прибыль получается нулевой. Точнее, доход от аренды покрывает расходы на содержание полностью или частично. А вот если вы сосредоточитесь на инвестициях, итоговая цифра может составлять те самые 4-5%. Что хочу сказать в завершении. Греция – она простая, демократичная, теплая и со своим колоритом, со своим характером. Во многих районах вы, вероятно, столкнетесь и со слабой инфраструктурой, с отсутствием нормальных школ и магазинов. И недвижимость тут будет специфическая. Поэтому всегда тщательно оценивайте качество объекта, как он построен, нет ли проблем с электричеством, водой, вывозом мусора. Осторожно оценивайте арендные перспективы недорогих объектов. Часто на обслуживание вы будете тратить больше, чем заработаете. Но вот когда мы говорим не о простенькой квартире в небогатом квартале, а про реально эксклюзивные решения, виллы, коттеджи на островах. Здесь Греция имеет мало равных себе. Это совершенно особый шик. Эксклюзивная категория равная, а в чем-то превосходящая, самые фешенебельные VIP-уголки Европы. Буду рада помочь вам в поиске настоящего счастья в Греции.